В самом начале пандемии врачи с уверенностью утверждали, что дети не болеют коронавирусом. Прошло несколько лет, появились новые штаммы и дети стали заболевать наравне со взрослыми. Особую опасность представляет дельта-штамм, который распространен в популяции вместе с омикроном. Одно из самых частых осложнений – постковидный синдром. О нем, а также о мерах защиты родителям рассказала врач-педиатр. Постковидный синдром проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, остыни. То есть ребенок без желания участвует в учебном процессе, без желания идет на дополнительные занятия, без желания посещает свои любимые секции, которые раньше посещал с удовольствием. Также дети начали испытывать трудности в обучении. Им становится сложнее запоминать новую информацию и концентрировать внимание. Врач предупредила о том, что избежать негативных последствий можно с помощью вакцинации. Мой ребенок, к сожалению, переболел. И впоследствии я задумываюсь о том, чтобы сделать прививку и избежать заболевания. В Химках уже привили более ста подростков. Сейчас врачи ждут новую партию вакцины – гамм-ковид-вак-М. Как только она поступит, прививку смогут получить подростки от 12 до 17 лет. Такие встречи, они действительно очень важны. И такая возможность лично задать вопрос врачу – это очень ценно. Особенно, что касается наших детей. В тот период, когда начинается вакцинация, у родителей много вопросов. Спасибо большое медикам, что они находят время, встречаются с родителями и отвечают на все нужные вопросы. Прививка гамм-ковид-вак-М разработана специально для детей на основе уже известной вакцины «Спутник Ви». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!